Привет! Мы сегодня займемся распаковкой моего последнего заказа в розетке спортивного питания фирмы BSN. Так как сама распаковка вряд ли является чем-то затруднительным, мы постараемся сегодня сравнить основные потребительские свойства этих двух продуктов. Это Weight Gainer True Mass и протеиновая формула Синта-6. Основное различие этих двух продуктов это соотношение белков и углеводов. Для Gainer True Mass соотношение белков и углеводов ориентировочно 1 к 2. То есть на 1 грамм белка приходится ориентировочно около 2 грамм углеводов. Для Синта-6 основной упор делается на белки. На 1 грамм белков где-то около 0,8 грамма углеводов. Основное предназначение Gainer, в том числе Gainer True Mass, это ускоренный набор массы тела для людей, которым тяжело набрать вес для людей с ускоренным метаболизмом. В то время как Синта делает опять же основной упор на белки. И Gainer True Mass и формула Синта-6 содержат приблизительно одинаковую протеиновую матрицу. В ее состав входят различные белки, такие как быстро усваиваемые, такие быстро усваиваемые, как сывороточный гидролизат, белки со средней скоростью усваиваемости, такие как яичный альбумин, которым необходимо 2-3 часа. И такие сложные белки, как казин, которым необходимо 6-7 часов для полного усваивания. Оба продукта содержат детальную информацию о их пищевой ценности на упаковке, но прямое сравнение несколько затруднительно, потому что, допустим, Pure Mass Gainer дает информацию для 3 ложек и 165 грамм, а Синта-6 дает для одной ложки весом 50 грамм. Поэтому для того, чтобы получить более правильное сравнение, мы приведем все к одной единице, к одной ложке ориентировочно весом 50 грамм. Сравним наши продукты при приведении их к общему знаменателю. Одной порции весом 50 грамм. Энергетическая ценность обоих продуктов очень близка, 215 и 212 килокалорий соответственно. В случае True Mass 45 килокалорий идет от жиров, в случае Синта-6 53 килокалории идет от жиров. Насыщенные жиры в случае True Mass это 1 грамм, в случае Синта-6 2 грамма. Трансжиров нет ни в том, ни в другом случае. Углеводов в случае True Mass у нас 27 грамм, в случае Синта-6 на 42% меньше или 16 грамм. Клетчатки в случае Синта-6 у нас 5 грамм. Если мы возьмем 3 ложки продукта Синта-6, то мы покроем где-то на 60% дневную потребность к клетчатке. В случае сахара его содержание в True Mass было на 50% больше. Белка в случае True Mass у нас 15 грамм, в случае Синта-6 23 грамма. То есть в Синта-6 в полтора раза больше белка на одну порцию, чем в случае True Mass. Хочу обратить внимание, что в случае Синта-6 у нас было почти в 3 раза большее количество соли на одну порцию. 233 миллиграмма. 3 ложки этого продукта покроет дневную потребность в соли, которая ограничивается где-то 2,4 грамма в день, на 30%. Но и порция калия тоже немного выше, где-то на 50%. Следующим этапом проверим, насколько хорошо каждый продукт смешивается с водой. Насколько получается равномерная консистенция, отсутствие наличия комочков. Так, сначала померяем, сколько содержит одна ложка продукта True Mass. Значит, производители рекомендуют в обоих случаях набирать ложку с небольшой горкой. Так, включим весы. Так, одна ложка с небольшой горкой это 50 грамм. Ну, близко к тому, что рекомендует производитель, они делают расчет из 3 ложки 165 грамм. Так, теперь, учитывая, что этот порошок очень сыпучий, пересыпаем его обратно. И наберем уже одну ложку напрямую в шейкер. И добавим 150 миллилитров воды. Можно добавить чуть больше, для того, чтобы получить более жидкую, более жидкий коктейль, который приятнее пить. Так, добавляем 150 миллилитров воды. Значит, True Mass я взял со вкусом клубники. Этот вкус, один из, наверное, самых популярных. Так, теперь тщательно перемешаем. Так, и выльем через сито, чтобы было понятно, есть там какие-то комочки или нету. Так. Все. У нас все вылилось. Вот. Носите, не осталось никаких комочков. Очень равномерно. Все перемешалось. Так, теперь я помою шейкер. И приступим к Синта-6. Так, для Синта-6 я выбрал вкус шоколад. Одно из преимуществ его в том, что в качестве ароматизатора вкусовой добавки используется какао-порошок. В отличие от непонятно чего в случае с клубничным вкусом. Так, возьмем, наберем ложку с небольшой горкой. Так. О, это даже избыточно. Слишком большая горка. В этой ложке получается 62 грамма порошка. То есть при этом производитель рекомендует одну ложку, делать расчет из одной ложки 47 грамм. То есть мы наберем не такую полную. Чуть-чуть поменьше для нашего теста. Так, возьмем опять же ложку. Наберем в шейкер. Добавим 150 миллилитров воды. Хорошо перемешаем. Формулой Синта-6 я еще не пользовался. А вот такую банку я уже выпил. И на что я обратил внимание, что она действительно очень хорошо растворяется в воде. Вот True Mask Gainer практически без комочков. И даже если шейкер влажный и гейнер налип на стенки, то несколько раз поболтав шейкером, все растворяется без остатка, на дне ничего не налипает. Так, выльем его в другую посуду. И посмотрим на наличие комков. Все, результат очень похожий на самом деле. Полное отсутствие комочков. Теперь выльем это все в прозрачные. Теперь самое главное, попробуем их на вкус. Так, клубничный и шоколадный. Не могу сказать, что один из них лучше другого. В любом случае, оба коктейля очень приятные на вкус. И это является одной из отличительных черт этого производителя, что многие пользователи отмечают хороший вкус. Если вам нужно выпить почти 600-700 мл коктейля за раз, то, конечно, желательно, чтобы вкус его был приятен. Да, кстати, при приеме этих коктейлей, при приеме True Mask Gainer, я не замечал никаких проблем с пищеварением, что тоже является немаловажным. Подведем краткие итоги. Оба продукта, и True Mask, и Синта-6, объединяет легкость приготовления коктейля, полное отсутствие комочков и приятный вкус. Энергетическая ценность этих продуктов тоже близка. 215 ккал на 1 ложку. В чем они отличаются, так это в пропорции углеводов и белков. Углеводов в Синта-6 на 42% меньше, а белков, соответственно, на 54% больше. Также в Синта-6 практически в 3 раза больше диетической клетчатки, которая необходима для пищеварения. Ни True Mask, ни Синта-6 не содержат в своем составе креатина. Поэтому, если вы пользуетесь этой добавкой, вам ее придется добавить самостоятельно. Надеюсь, мой обзор вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, обращайтесь в Розетку за новыми покупками. Всего хорошего! Продолжение следует...